Сигнал об отключении электроэнергии на котельной Юго-Западной поступил на пульт спасателям сегодня в 10 утра. Незамедлительно было принято решение подключить дизельно-генераторную установку мощностью 1200 киловатт. Она на балансе находится в Лану Дэнерго. Каждый квартал она проходит обслуживание, проверяется, запускается на работоспособность. Также за ней закреплен тягач, который сейчас представлю. В случае поступления команды в течение 40 минут уже готовы будут поезды. ДЭС вывозят по команде. Наша съемочная группа наблюдает, как больший груз добирается до нужной точки. Переживали, что трамвайные сети могли создать препятствия. Однако электрогенератор добрался до места назначения за полчаса. Как только машина прибыла на территорию котельной, сразу началось подключение станции. Сейчас в настоящий момент проходит работа по подключению запитки подстанции, от которой была запитана котельной. То есть для того, чтобы обеспечить ее электроснабжение. Подключение завершено. Запускаем генератор. Высокое напряжение, сильный шум. Нас просят отойти подальше от большегруза. Работать ДЭС может неограниченное количество времени. Главное вовремя дозаправить станцию. Данные учения завершены успешно. Время от подачи сигнала об аварийном отключении электроэнергии до подключения дизельной электростанции котельной Юго-Западной заняло ровно 55 минут. По словам специалистов, это хороший результат. Сейчас ДЭС будет работать до того времени, пока не устранят проблему основного кабеля. Чтобы выявить и устранить причину неполадки, специалистам потребуется от двух до четырех часов. Все это время на котельной будет электричество благодаря этой передвижной электростанции. А значит и в домах горожан тепло сохранится. Такие учения проводятся раз в год. Следующая проверка пройдет в Загорске. Дарья Белоусова, Евгений Павлов. Новости дня.